Мы начинаем нашу предвью дискуссию, которая открывает, распечатывает, раскупоривает программу нашего форума по кибербезопасности, посвященную технологиями DLP. Хотя, очень трудно удержаться сейчас в рамках одной технологии, поэтому мы сейчас начинаем говорить о чем-то, о важном, о том, что может объединить множество технологий, проблем и решений. Мы говорим о будущем. Это очень важно, потому что мы очень много говорим про прошлое, мы живем в великим прошлом, забывая о том, что надо еще думать о том, что нас ждет завтра, послезавтра, через пару лет. И к этому нужно быть готовым уже сейчас, как мне кажется. Иначе мы начинаем напоминать пожилых, сильных людей, которые живут в прошлом. Рано стареть. Давайте попробуем все-таки поговорить про будущее. И о тех ценностях, о тех проблемах, которые у нас сегодня будут. У нас сегодня на сцене замечательный состав участников. Мне очень важно, чтобы в наших встречах принимали люди, скажем так, не из нашей отрасли, не из кибербезопасности, которые они слышали. Про кибербезопасность сейчас знают все. Каждый день какая-то новость, что-то утекло, кого-то взломали, какая-то проблема. Но неплохо бы говорить про это дело содержательно. Мне уже задали вопрос. Зачем сегодня с нами Егор Кончаловский? Я бы вопрос поставил шире. Зачем нам сегодня вообще все эти люди? Какое отношение они имеют к кибербезопасности? К той, о которой будем говорить завтра? Потому что они знают все про сегодня. Но тем не менее, Егор Кончаловский, на мой взгляд, интересен тем, что он человек творческий, талантливый. Это те самые люди, которые не то чтобы они создают будущее, они создают придуманный мир, эстетику, которой проникаются, увлекаются люди, и потом начинают строить будущее по модели тех фантазий, тех придумок, той эстетики, которую создали художники. Это сила творческих людей и таланта. Напомню, что впервые в телефонной раскладушке появился в фильме Люкаса «Звездные войны», а потом только в кармане у нас у всех, ну или почти у всех. Денис Сологуб, азбука вкуса, только между нами. Никогда не рассказывайте про маркетинг ничего тому, кто торговал зубной пастой в розницу. Преимущество в полкопейке – это колоссальная доля рынка на этом розничном рынке. Азбука вкуса – это вот именно про это. И главная отрасль совершенно не зарегулирована. Это не банки, не критические инструктуры, это рыночная мотивация. Но, по-моему, мнение этих людей про кибербезопасность предельно интересно. По крайней мере, давайте попробуем начать с ними разговор. Потому что без взгляда их свежего на наши проблемы… Слушайте, знаете, мне иногда напоминает наша встреча какой-то проповеди в церкви. Когда батюшка что-то говорит, и все верят, что чему ему не сказал. Давайте послушаем скептиков, агностиков, атеистов кибербезопасности. В конце концов, это интересно. За три буквы DLP и плюс – это Анна Попова. Это человек, который отвечает сегодня за технологии DLP. Ну как же, все-таки форум DLP без DLP нельзя. Хотя что такое P в этой аббревиатуре? Какие-то возможные споры. Ну и постоянные участники наших встреч – Лев Шумский, Дмитрий Гадарь. Те люди, которые отвечают за кибербезопасность кончиками пальцев. Они знают, как защищать нас сегодня и делают это успешно. Я в этом убежден. Была возможность в этом убедиться. Но мы говорим про завтра. Насколько они готовы к тому, что им придется делать завтра. И как они это будут делать. Заинтриговал? Давайте попробуем начать. Егор, если позволите, давайте с вас начнем. Да, ваш взгляд. Правило простое. У нас нет никаких правил. Каждый может спорить с каждым. Я постараюсь говорить мало, больше слушать. И у нас сегодня формат, как всегда, «Луна и политика». Мы говорим о чем угодно, только не о Луне и не о политике. Хотя о Луне хотелось, конечно, подробнее. Егор, на ваш взгляд, за последние месяцы новейшей истории, какие наши ценности обнулились? Какие продемонстрировали удивительную стойкость? А что нам нужно накапливать заново? Добрый день, дорогие друзья. Да, я совсем из другой области. Не из кибербезопасности. Я скорее в киберопасности постоянно нахожусь. Вы знаете, мне кажется, что те процессы, которые ускорились за последние три месяца, а может быть, за последние два года, за то время, когда появилась пандемия, а может быть, за последние годы, собственно, за последние десятилетия. И процессы эти, мне кажется, можно было бы назвать одной фразой, но вот я для себя называю одной фразой. Американская мечта умерла. И умерев, она нам не оставила ничего взамен. Потому что вот я лично считаю, что последние, ну, по меньшей мере, там, 50 лет мы, собственно говоря, жили какой-то вот западной мечтой, ну, которую можно обобщить, называя ее американской мечтой. Вот такой американской мечтой. Вот мы будем жить так же, мы будем жить не хуже, мы будем ездить. Это началось, на самом деле, мне кажется, в 60-е годы, когда, собственно, партийная элита советская решила трансформировать власть в собственность. И постепенно этот процесс шел, пришел к перестройке, потом, так сказать, вот в этой приватизации пресловутой, о которой мы все знаем. И, собственно, вот нам казалось, да, вот мы такие, все, давайте дружить, давайте, все будет хорошо. Оказалось, нет. Оказалось, нет. И, слава богу, что мы это, наверное, поняли, вот за последние три месяца поняли, это может быть окончательно, и, ну, бесповоротно не люблю это слово, но вот мое все детство, юность, мы хотели жить вот такой вот жизнью, как живет Запад. И вот там, я не знаю, отец у меня уехал в Америку, хотел снимать американское кино, я восемь лет прожил в Англии, и вот этот мир, мне кажется, умер. И что пришло взамен, неизвестно. Вот, и мне кажется, что мы потеряли вот эту мечту, а нового, так сказать, образа будущего у нас нет. Вот эта сложность. Мне кажется, что у нас нет образа будущего. Или пока нет? Нет, ну, что значит пока? Его давно нет. Его давно нет. Как там был образ будущего, там, до 50-х, 60-х годов, какое-то советское прекрасное будущее. Потом это будущее стало потихоньку завидать, умерло. Вот появилась какая-то там западноамериканская мечта. Умерла. Конечно, что-то появится взамен. Но мне кажется, что очень трудно и опасно жить, когда у тебя нет образа будущего. И я это вижу, например, там, по своей дочери, которой 21 год. Я вижу, что она не понимает, в каком мире она будет жить. Вот я понимал, в каком я мире примерно буду жить. Не важно, что это был ошибочный образ. Но я понимал, и у меня была, соответственно, цель, поступки, как я буду себя вести, что я буду делать. Там, институт, там, я не знаю, языки, там, то, сё, пятое, десятое. То есть был определенный план. Вот ценности. Какие ценности мы потеряли? Мы потеряли, мне кажется, образ будущего, но сохранили вдруг, на мой взгляд, куда-то наверх, вдруг вышли те вещи, которые в нас дремали. Ну, скажем, да, там, уважение к нашей истории, уважение к нашей победе, там, я не знаю, бессмертный полк. Как-то, так сказать, как-то мы воспряяли патриотически, как-то воспряяли русским духом немножко. Но это не значит, что у нас появился образ будущего. То есть мы, наши цементирующие нас ценности, мне кажется, усилились. Вот, а что нас цементирует? Нас цементирует, в принципе, вот наше великое прошлое, в первую очередь, наверное, победа в Великой Отечественной войне. Поэтому, мне кажется, это всё связано. Мало того, я считаю, что то, что происходит сейчас в мире, это не имеет никакого отношения к Украине. Это вот цивилизационное противостояние, которое логично, постоянно, оно просто, как бы, так сказать, воспаляется, потом затихает, воспаляется. Но оно было всегда, в веках, начиная там с темплиеров, с крестовых походов. Да, и для меня сейчас самый главный вопрос, вот мне в 90-е задавали, я кино снимаю, да, а кто у нас герой? А какая у нас идеология? А какая у нас национальная идея? Вот, я считаю, что в 90-е годы, может быть, в 2000-е нашей национальной идеей была просто выжить. Остаться как страна, как целостность, как народ, как цивилизация. А вот сегодня, когда мы это сделали уже, вопрос стоит, что дальше? И вот на этот вопрос у меня ответа нет, но хорошо, что есть уже вопрос. Спасибо. Спасибо. Денис, а с точки зрения бизнеса, как эти события повлияли на перемены в бизнесе? Какие ценности выходят на передний план? Ну, перемены на самом деле в бизнесе, по крайней мере, вот в нашем, они не в феврале начались, очевидно. И, наверное, первый звоночек прозвенел еще вот где-то в районе 2014 года. Вот, когда, так или иначе, те процессы, которые начали происходить тогда, они уже на бизнес азбуки вкуса стали влиять очень сильно. Потому что надо понимать, что до этого момента азбука вкуса была ориентирована на, в основном, на импортные продукты, импортный ассортимент. Но мы уже понимая, что, наверное, это неправильная ситуация и на ней, в общем-то, мы не сможем жить, мы начали развивать собственное производство. Например, в 2012 году мы построили большую фабрику, запустили, и на сегодняшний день продукция собственного производства – это уже четверть оборота компании. То есть мы, на секундочку, уже не просто купи-продай, а мы, на самом деле, серьезный производитель готовой еды. Тренд на готовую еду, его даже тогда не существовало. По сути дела, это тренд, наверное, последних трех, там, двух-трех, наверное, лет. И постепенно он растет, растет, и молодежь сейчас все больше, ну, она просто не умеет готовить. Современный молодой человек, там, 20-25 лет, он может, наверное, приготовить, ну, 4-5 блюд, наверное. Макароны, яичницу, может быть, что-то еще, пельмени сварить. Растворимый кофе – один из них. Да, поэтому то, что произошло, наверное, сейчас… А, и чему это научило бизнес? Потому что если раньше категорийные менеджеры, люди, которые так формировали ассортимент, они чем занимались? Они занимались выбором. Они говорили, это не так, это упакуйте по-другому, там, тут у вас соли не хватает, или там, тут у вас вообще сахара слишком много. Все переделать. И, ну, понятно, вот кругом же много компаний, которые хотят на полку попасть. Вот они были вынуждены под воздействием этого напора, естественно, как-то меняться. Сейчас озвуковкусы – это уже другое. Это на самом деле огромное количество людей, которые у меня работают, а не про то, чтобы создать продукт. И, по сути, то собственное производство, которое реализовано, это, по сути, некая такая фабрика физического контента. То есть, понятно, все сейчас говорят про какой-то медиаконтент, наверное, цифровой контент, да, но вот этот вот физический контент, он, наверное, не менее важен, наверное, даже более. И придумать продукт, и реализовать идею, как бы вот именно в том виде, в котором она есть, это реально совершенно другой уровень взаимодействия с продуктом и взаимодействия с клиентом. Потому что всегда компания должна продавать не что-то, то есть мы должны не продукт продавать, мы и даже не как его продавать, то есть не в виде того, конечно, классного сервиса, который мы оказываем в наших магазинах. Важна же цель, то есть зачем? А мы же продаем на самом деле некую причастность к прекрасному, и наш современный слоган-то звучит как «Еда, культура и открытие». То есть это всегда приобщение к какой-то культуре, культуре еды, культуре вот каких-то тех мест, откуда эта еда пришла. И главное – это, наверное, забота о своем организме, потому что это самое дорогое, что у тебя есть. Если бы ты покупал машину первую и понимал, что она у тебя последняя, ты, наверное, о ней бы заботился совершенно по-другому. И, наверное, о своем организме, а это последняя твоя машина, то есть там другой, это не будет. Наверное, о ней надо заботиться как-то иначе. Вот те, кто, понятно, к этому пришли и, наверное, хотят что-то с этим сделать, вот, наверное, им к нам. Потому что у нас есть, наверное, ответы на все случаи жизни, разные продукты, которые там меньше убивают. Это была минутка рекламы с утра, такая разминка для спикера. Я по-другому вопрос задам. Знаешь, какая штука? Лет 30 я уже не слышал о том, чтобы директору по упаковке приходилось выступать перед советом директоров и доказывать свою полезность для бизнеса. Оно уже было доказано лет 30 тому назад. О кибербезопасности все еще приходится объяснять, зачем они нужны для бизнеса. Не мог бы ты рассказать тебе как бизнесу, зачем тебе нужна кибербезопасность сейчас? Ну, мне, наверное, я как раз из тех, наверное, вот директоров, которым не надо это доказывать, потому что я по своему образованию криптоаналитик. Это может быть странно. Ну, это близко, ну, это близко к бизнесу азбуки. Относительно моего возраста это довольно странно, наверное, звучит, да, но вот даже тогда уже делали таких людей. Поэтому мне это, наверное, не надо было доказывать, но современный бизнес, он реально является IT-зависимой. IT-зависимый уже очень давно. Это раньше на складе был, не знаю, дядя Ваня, который четко знал, где лежит. Сейчас дядю Ваню заменила уже давно какая-то компьютерная система. Не дай бог с ней что-то случается, происходит. По сути дела, бизнес парализован. То есть, если магазин может на своем остатке прожить еще, не знаю, час, день, другой, третий, то когда у тебя там кассы выходят из строя или там ломаются еще какие-то, ну, это коллапс. Это потери. Это потери, это потери в обороте. Так было вчера, так и есть сегодня, а завтра. Есть такая штука у бизнеса, как деньги. Вот деньги, они сейчас меняют какое-то свойство, они обрастают новыми характеристиками, параметрами для тебя. В моем понимании деньги сейчас принципиально меняют свою сущность, потому что у денег на самом деле, как раз в то время, про которое говорил Егор, появилась вторая несвойственная, наверное, для денег сущность. Потому что деньги изначально были придуманы как средство универсального обмена, которое позволило человечеству сделать шаг, наверное, от феодального строя куда-то дальше. Но постепенно возникла вторая сущность. И это, ну, по сути, это мерило успеха и некая абсолютная цель. То есть кто успешнее, кто счастливее, тот, у кого больше денег. Как тебе стать лучше? Заработай больше денег. Вот это привело к очень странным перекосам. У меня в родном городе, в Владивостоке, пришла яхта одного из олигархов. 140 метров в длину, это размер эсминца, на секундочку. Она встала и заняла практически все место перед морским вокзалом. Стоимость яхты примерно два городских бюджета. И, то есть, вот вопрос, а это вообще зачем? То есть, вот, это же, ну, человек же зачем ты это сделал? То есть, оно ему зачем-то надо? То есть, вот, какая цель преследовалась? Я не могу другой цели найти, кроме как, ну, могу употребить нехорошее слово, членомерка. Такая же история, не знаю, дубайская башня, да, который замечательный небоскреб, 700 метров, то есть, высоту, не в длину. Не в ширину. Да, он зачем? Я понимаю прекрасно, зачем, откуда возникли небоскребы. Это Манхэттен, ограниченное пространство. Это банальная функция, утилитарное, как бы, использование, максимально плотное использование площади, дорогой земли на самом дорогом, не знаю, месте. А тут-то другое. То есть, тут вот она стоит, а рядом пустыня. То есть, ну, ты ее положи, тебе не надо решать безумно сложные инженерные задачи по доставке воды там в пустыню. 700 метров наверх, да, вот все эти лифты. Это безумно технические сложности. Это про первую функцию денег. И вот зачем, да, то есть, вот. А какая вторая новая функция денег? Нет, первая, еще раз, вот, первая функция, которую я сказал, это универсальное средство обмена, а вторая, это вот такая очень странная функция, то есть, это вот мерила и абсолютная цель. В моем понимании, сейчас вот эта функция, она, собственно говоря, где-то уходит в прошлое, ровно из-за того, что сказал Егор, потому что вот американская мечта, она как-то упала, да, как этот небоскреб может упасть, с ним может стать, уже легче с ним как-то работать. Вот, но вопрос, что дальше, что там пришло на замену, да, какие ценности должны заменить вот эту несвойственную для денег, наверное, функцию? Следует ли из этого, что если по данным Всемирного банка уже много лет тому назад в мире только 10% денег были в виде кэша, а остальное было безнал какой-то, то денег нету, есть информация о деньгах. И с этой информацией о деньгах приходит свойство, ну, скажем так, твоей респектабельности, твоей какой-то уровня доверия твоему бизнесу, твоим деньгам, как ты их заработал. То есть, деньги имеют свойства еще нравственные, характеризуют твой бизнес. И оно отцифровано все. Да, Егор, пожалуйста. Егор. Я хотел добавить, но, вы знаете, я не совсем согласен с тем, что, да, деньги, конечно, для кого-то являются мерилом успеха. Была такая замечательная история у какого-то олигарха, там он в бумагах ценных был, было у него там типа 25 миллиардов, потом, ну, что-то неправильно, у него осталось 5. Он в шоке, хотел покончить с собой. Твоему друзья говорили, а ты свои 25 миллиардов когда-нибудь видел, ну, вот, живьем? Он говорит, нет. А как ты их видел? Я их видел, вот, 25 миллиардов на экране. А что сейчас изменилось, скажи? Двойка исчезла. Двойка исчезла, потому что ничего больше в жизни не изменилось. Не, там, не, так же он будет ездить на яхте, так же у него дети будут там учиться, кататься по Москве на этих самых, на спорткарах. Все то же самое, ничего, изменилась только вот эта двойка, да, с одной стороны, да, вот, относительность. А второй вопрос, все-таки мне кажется, что люди, которые, деньги, да, для кого-то деньги – это спорт, да, но для многих людей приходит потом, вот, когда ты уже деньги, уже не имеешь значения для каких-то людей, они двигаются так куда-то, да, двигаются в поэты. Вот есть один российский олигарх, который подписывает себя, там, не владелец заводов, газет, пароходов, а поэт, да, потому что он пишет стихи, вот ему нравится писать стихи. А кто-то во власть идет, да, кто-то хочет стать президентом, кто-то там и так далее. Кто-то в Думу идет, там, и как бы вот, ну, в английском это называется self-fulfillment, да, самореализация потом уже, да, после, жизнь после денег, с одной стороны. Вот, мне кажется, и, но деньги тоже, вы понимаете, сейчас вот была такая чудесная концепция, да, у тебя рюкзак, одни джинсы, мощный компьютер и кредитная карта, и на счете там, я не знаю, 100 миллионов долларов. И ты как бы, у тебя нету имущества, ты свободный, едешь туда, сегодня там, здесь, в дорогих гостиницах, тебе ничего, джинсы сносил, купил новые, да, ты богатый человек, просто не обремененный, да, но сегодня ты не защищен, вот мы же видим, что происходит, да, вот это забавно, то, что с некоторыми нашими бизнесменами, которые здесь кровью, потом, честно, нечестно, прижимая, отнимая, убивая, утащили деньги туда, а им культурно и вежливо сказали, без всяких утюгов и паяльников, спасибо, ваши деньги наши теперь, как, как, вот так, и все, и точка, понимаете, то есть, на мой взгляд, вот сегодня у денег, у денег, очень, деньги такая, амбивалентная вещь, да, с одной стороны, как бы, не хочется ничего иметь, вот у меня есть деньги, да, энергия, да, чисто, вот, чисто, бензин, да, ну, вот, а с другой стороны, кто тебе их прогарантирует, эти деньги в современном мире, вот почему американская-то мечта умерла, потому что американская мечта была, это было свято, твой счет, твое имущество, твое, твое, так сказать, там, вот это все, что являлось тогда составной вот этой американской мечты, извините. Ну, получается, если, опять-таки, 10% для канала, остальное это цифра, то мечта в цифре у нас теперь, все, добро пожаловать в цифровой мир. Аня, давай поговорим с тобой. Я могу попросить вывести на экран мою презентацию? Ну-ка, всем видно. Это, скажем так, оттуда, откуда информация, из книги Сэмюэля Хантингена 96-го года, «Столкновение с цивилизацией». Тогда эта книга читалась как какая-то пропагандистская, какая-то странная книга, а сейчас понимаю, что как они попали, это классно все. И там я нашел три иллюстрации. Вот это иллюстрация мира по версии автора книги 20-х годов прошлого столетия. Два цвета. Есть территории под управлением Запада, то есть те же деньги, та же американская мечта, те же доллары, и другие независимые страны, которые как-то не определились. Вот как-то так. Прекрасный мир. Слушайте, он лучше, чем даже представление средневековых людей о том, что планета держится на слонах. Как все просто, как все понятно. Кто тогда думал, что все было сложно? Хочется им сейчас посмеяться в лицо им. А вот эта картина мира уже времен Холодной войны. Есть, по их версии, свободный мир, есть коммунистический блок и какие-то такие колеблющие неприсоединившиеся страны. Тоже не самые сложности картины мира. Три цвета, все прекрасно, все понятно, более-менее ясно. Свои, чужие, неопределившиеся, все. Но после Холодной войны мир по автору книги стал выглядеть вот так. Смотри, сколько появилось оттенков. Западная, латиноамериканская, исламская, синистская, индуистская, православная, буддистская, японская. Это версия 96-го года. Так выглядел мир тогда. Аня, скажи, пожалуйста, а если бы сейчас мы такую же карту делали, чтобы здесь на этой карте появилось деление по каким еще признакам? Как сейчас-то в мире деление мира? Ну я бы сказала, что поменялся бы, наверное, с точки зрения развития. Но развития какого? Цифрового, да? Наверное. И здесь действительно появилось бы очень много оттенков, потому что какие-то есть державы цифровые, да, и они уже могут, наверное, по праву так называться. А какие-то еще, ну, некие такие догоняющие. Почему вообще, в принципе, мы сейчас об этом говорим? Мы говорим, потому что цифровые технологии, ну, не просто внедрились в нашу жизнь, да, а можно сказать, что наша жизнь, она уже цифровая, она такая и есть. Коллеги уже тоже об этом упомянули. Ну, почему, собственно, так получилось, да? Наверное, по сути, цифровое пространство, цифровая реальность предлагает нам потребность, да, то есть за нас формирует наше желание. Какое-то. Например, если раньше мы очень сильно радовались тому, что появились ноутбуки, стационарный компьютер, и теперь можно не на бумаге хранить информацию. Все очень радовались, что вот какой-то есть там жесткий диск компьютера, на который можно все сгрузить, и там это будет храниться. Потом начали заморачиваться тем, а как это все перемещать, да, вот надо куда-то увезти, с собой взять, как это. Стали появляться флешки, носители, они стали увеличиваться по своему объему год от года, да, но мы радовались этому. Для нас это было вот хорошо, да, что нет бумажного документа оборота, да, мы смотрели, что государственные компании, социальные учреждения тоже двигаются по этому пути. Но в какой-то момент мы пришли к определенной избалованности, которая, наверное, тоже, как мы сегодня много будем обсуждать на форуме, уже приводит к какой-то такой беспечности, опять же цифровой беспечности. В какой-то момент мы вот с этой сумочкой флешек, которая у нас была, открыли дверь, окно, что-то, замечательным компаниям Apple и Google, насколько я знаю, еще не запрещенным в Российской Федерации, которые нам сказали, ну а что на флешках-то, для этого есть облако, пожалуйста. И тоже год от года нам предлагали более масштабные тарифные планы, возьми терабайт, возьми 8 терабайт, возьми какой-то другой байт, да, который уже ничем не измеряется. И мы сбаловались. Меня вот очень сильно избаловал, например, Дима. Спасибо большое Диме, респект, потому что если там лет 5 или 6 назад я приходила в банк и думаю, ну хорошо, 2 часа я в очереди посидела, а не 4. Да, вот уже отлично, вообще у меня день прям удался. А сейчас, когда мне вот банк, например, говорит, чтобы закрыть карту, приходи в офис. Я говорю, почему это я должна в офис приходить? И я вступила в какую-то там дискуссию, полемику. Я говорю, столько лет прошло, а вы по-прежнему как в Тинькоффе сделать не можете. Я никуда не хожу, мне не надо никуда ходить, мне даже банк не звонит, и я не звоню в банк, у меня все отлично. Все, для меня это стало нормой, что есть приложение, которое решает все мои проблемы. Что я нажатием одной клавиши или с помощью цифрового помощника Олега, отдельно респект ему за это, тоже очень мне помогает жить. Я решаю все свои проблемы, все свои вопросы. И у меня вызывает недоумение, что меня заставляют куда-то прийти, что-то сделать, подписать, посидеть в очереди. Буквально месяц назад я пришла в один уважаемый банк, разочаровалась, со всеми поругалась, пошла в другое отделение, где просидела полтора часа еще после этого. Ну, неважно, карту я закрыла. И, конечно, мы уже находимся в другой реальности, возвращаясь к молодежи, которая родилась в этой реальности. Она другого не знает и не видела. И поэтому, наверное, три месяца назад, у меня, например, есть племянник, для него самой большой трагедией, наверное, за всю его 12-летнюю жизнь была. А вдруг ТикТок исчезнет? Вот вдруг. И надо искать какие-то лазейки, чтобы он остался. Я его спрашиваю, ну как, говорю, там можно уже, да, нашли какой-то способ, вот это не запретили, вот это вроде оставили. Я говорю, ну хорошо, слава богу, да. И все. То есть это наша жизнь. Наша жизнь стала цифровой. И в какой-то момент мы просто забываем о том, что мы теряем контроль над этим. Мы теряем определенное управление, по сути. И информация, которая, как мы считали, принадлежит нам, является нашей личной, нашей конфиденциальной, уже перестает быть таковой. Мы теряем право на собственность. Мы теряем право на собственность. У нас все в аренду. Но я бы на самом деле повысил бы градус, если вернуться к той карте, которую я показывал. Мне кажется, сейчас можно мир делить по тем платформам, которые на этот мир наползают. Есть три страны, способные построить. Платформы Китай, США и Россия. И весь мир, который к тем или другим платформам как-то тяготеет. Это не значит, что он так будет делиться. Границы размыты. Мы уже спорили по этому поводу, что если Егору нужно укладывать фильмы на какой-то ресурсах, то это не значит, что мы будем смотреть только те ресурсы, где фильмы Егора. Мы будем смотреть те, выходить через те средства. Ну как твой племянник смог же сделать? Ну и мы так же сделаем. Кстати, вырастила кибердиссидента. Вот. А Тихиков на сцене, если какой-то претензии есть, он доступен. Пожалуйста, говорите, как вы его не любите его. Да, Егор, вижу, что вы хотите. Тем более, есть вопросы к вам. Да, я абсолютно согласен. Вот у моей дочери, которой 21 год, у нее была трагедия, вот когда запретили вот одну из социальных сетей, очень популярную, в которой было много бизнеса, да, там много рекламы, с подписчиками, от подписчиков зависела там стоимость поста и все остальное. То есть вот ее 21 год, она художница. Все ее видение будущего было построено в связке вот с этой вот социальной сетью, что здесь я буду набирать, и что потом это будет монетизироваться. Я буду монетизировать моих людей. Я буду, ну, собственно говоря, так сказать, чем больше людей, тем больше денег. Люди, деньги, да. Вот. И вдруг раз, и это и закрыли, и как. А вот образа будущего нету другого, понимаете. Вот. И второй момент, который я хотел бы упомянуть в связи с этим. Я помню, я должен был выступить на молодежном форуме Таврида. И поехал туда, приехал, там, молодежь, 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 там, лучшие из лучших со всей страны. И вдруг раз, и отключился интернет. И люди, молодежь это, три дня ходила такая опущенная, не понимала, что делать, как вообще, как это вообще, что-то не хватало. Воздуха какого-то нету, какого-то вот чего-то вот не хватало. А потом через три дня вдруг раз, и стали общаться потихоньку, потому что этот смартфон уже не нужен. Стали общаться все больше и больше. И устроители, которым починили интернет, они его включать не стали. Вот. И совершенно по-другому прошла вот эта неделя на этом молодежном форуме, совершенно по-другому, без гаджетов, без социальных сетей и так далее. И это был совершенно другой опыт. Спасибо. Не убирайте, пожалуйста, микрофон. Вопрос будет у меня к вам следующий. Вот какого рода. Значит, я когда готовился, нашел интересную информацию, что в 85-м году некий экономист Пол Дэвид ввел такое понятие, как эффект Кверти. То есть некая ошибка, заложенная в систему, которую потом трудно исправить. Ну, когда Кверти вводили клавиатуру, она была обоснована каретками, потому что клавиши путались, и надо было клавиши поднять местами, чтобы эту техническую неисправность решить. Но причина исчезла, а расположение клавиш осталось. И изменить сейчас это расположение практически невозможно. Вот каких ошибок мы не должны сейчас допустить, чтобы потом невозможно было их исправить в том цифровом будущем, о котором мы сейчас пытаемся говорить? Ой, я не знаю. Я отвечу. Знаете, был такой старый анекдот, цифровой, когда мальчик потерялся. Он говорит, мальчик, где ты живешь? Он говорит, не знаю. Где твоя мама? Он говорит, не знаю. Папа говорит, не знаю. Он говорит, ну адрес ты знаешь? Он говорит, знаю, мальчик.ру. Вот мне кажется, что вот все-таки реальная жизнь – это реальная жизнь, и она никуда не девается, это реальная жизнь, и на самом деле. И мне кажется, что большой ошибкой было бы исключительно полагаться на интернет, на возможности интернета, на возможности сетей. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, ну, каких ошибок? В цифровом мире, мне кажется, что цифровой мир – это все равно продолжение обычного мира. Да, для кого-то он становится на первое место. И мне кажется, что те опасности, которые в нормальном мире, они, собственно, находят свое продолжение в мире цифровом, который мы потребляем. На мой взгляд, вот опасность у нас, у нашей страны, опасность, что мы очень радикально, очень, не радикально, а очень, как это сказать, яростно любим, потом яростно не любим. Опять начинаем яростно любить еще кого-то. Вот мы там яростно любили западную цивилизацию, сейчас яростно не любим. Сейчас мы полюбили яростно восточное направление. Хотя совершенно… Да ладно, да ладно. Ну, а как, полюбили, да, у нас теперь мы стоим спиной спиной, теперь позади страна Болгария, впереди страна Болгария, позади страна Китай. Вот, мы стоим с ними уже спиной к спине, да, там, в бою, а на нас со всех сторон нападают. Это наши слова. Я не уверен, что китайцы так же размышляют. И мне кажется, что опасности вот этого реального мира, то есть нашей жизни, нашего существования, нашей целостности территориальной и целостности, если хотите, идеологической, да, вот эти все вопросы, они свое продолжение имеют, на мой взгляд, в интернете и в сети, в киберпространстве. И чем младше люди, тем больше они в этом киберпространстве, собственно, понятно, что существует. Но мне не кажется, что киберопасности, они какие-то отдельные. Ну, кроме, естественно, тех вещей, которые мы все знаем, украсть деньги с карты, украсть там это, украсть данные, украсть там, опозорить кого-нибудь, если есть возможность, найдя что-то про него в интернете там и все остальное. Вот так, мне кажется. Но это очень сложный вопрос, и я не думаю, что на него ответил. Я помогу, я помогу сейчас, все-таки продолжу этот разговор. Знаете, благо, в чем мне сегодня хорошо, у меня только есть один спикер на сцене, который готов за культуру отвечать. Вот как-то другие к ним далеки. Масса примеров, когда культура влияла на экономику. А как культура будет влиять на экономику кибермира? Ну, во-первых... Или как она должна влиять? Ну, во-первых, сегодня вот реально была такая программа, помните по телевизору, сам себе режиссер. Вот сейчас сам себе, каждый человек, он сам себе режиссер, там, я не знаю, журналист, блогер, что угодно. То есть пропало вот это вот огромное, вот, допустим, да, кино. При Сталине было три режиссера, так, четыре. Каждый снимал и отчитывался лично перед вождем, и вождь лично ему поправки делал. При Брежневе было уже там человек 30, которые снимали, уже лично не отчитывались. Потом, тем больше и больше, сейчас каждый может быть этим. Правда, вот Михалкову говорят, Никита Сергеевич, говорят, сейчас вот кино можно снять на фотоаппарат, а свет для кинофильма помещается в чемодане в одном. На что он ответил, да, ему говорят, ну что, теперь каждый может стать режиссером. На что он ответил, это, конечно, да, но, понимаете, клоп, сидящий на попе у коня, тоже думает, что он кавалерист. Вот, то есть, конечно, возможность, ведь культура это все, понимаете. Вот культура, популярные, да, там, популярные блогеры, которые там достаточно бессмысленные или, ну, как бы такая пошловатая у них иногда, или ужасный совсем их контент. Вот, они же, как бы, ну, как вам сказать, они же нашли своего потребителя, и вот вопрос культуры, он стоит, какую культуру мы пихаем вот туда, куда угодно. Раньше это был экран или DVD, потом там телевизор, платформы сейчас, вот цифровые платформы, где показывается кино. Кстати, на платформах другие правила, чем на телевидении. На платформах, вот, снимается кино, можно и матом ругнуться, да, то есть свободнее. Ну, правда? Ну, там, и можно матом ругаться, секса больше, ну, все, что запрещено. А почему? Почему в интернете разрешено, а на телевизоре не разрешено? Вот я не понимаю. Видите, как бы, то есть, влияет же, да, но я не считаю, что культура влияет на наше цифровое. Будущее, пространство. Я считаю, что это идут взаимно, взаимное влияние, и очень может быть, что скоро появятся сериалы, где серия, а уже, может быть, уже, наверное, есть, где серия будет литься ровно столько, сколько там этот самый человек едет на эскалаторе, там, на станции метро Белорусская, или там, или едет на поезде от Белорусской до Маяковской, там, сколько, две минуты, вот и, там, минута, вот и серия минута. Раз посмотрел, то есть интернет. Интернет предлагает огромное количество самовыражения, вот, огромное количество форм, вопрос в содержании, и это вопрос в культуре, но он обычный вопрос, да, вопрос в содержании, что мы, что мы продвигаем, что мы, какие-то, скажем, какую этику, какую эстетику, какую мораль, какие интерпретации. Все имеет право на существование, но, наверное, как бы кто-то должен следить за неким, ну, как сказать, вот за идеологией страны, понимаете, за идеологией наций, я больше даже скажу за идеологией цивилизации, потому что считаю, что Россия и русский мир – это отдельная цивилизация, поэтому мы так, в общем-то, всем в горле и стоим. Ну, не всем, но многим. Джентльмены, вы услышали для себя что-нибудь новое? Нет? Нет, нет, нет. Это был не вопрос. Вы услышали здесь что-то новое. Вы могли бы вычленить это все перевести на язык модели рисков, которые нас ждет, тех угроз, которые к нам стучатся в двери? Слушайте, вообще, меня слышно, да? Еще как, и даже видно. Вообще удивительно, такой состав участников, и Денис, Егор, я как-то даже некоторое время из-за этой необычности не хотелось вообще ничего говорить, потому что действительно интересно послушать. И, наверное, о чем я действительно задумался, и что действительно важно, я тоже криптоаналитик, и занимался даже, поработал криптоаналитиком некоторое время. Сектантов на сцене становится больше. Нет, это скорее про математику и про инженерию. Секты бывают разные. И в чем это выразилось в итоге? В том, что вот Егор как раз говорил про отсутствие какой-то цели, и кажется, что здесь есть, по крайней мере, для себя я нашел одно решение, это в некотором образовании, в постоянном образовании, которое внутренне убеждает меня в некоторой уверенности в том, что я более способен буду практически к любому будущему и к любому развитию, потому что это дает некоторую гибкость. Ну, это такая сделка совестью, то есть ты учишься чему-то новому постоянно, сейчас MBA, потом программирование, вот Ruby хочу научиться программировать, ну, то есть вот все время разные какие-то направления, которые дают некоторую уверенность. И это здорово. Это с точки зрения компенсации того риска в условиях неопределенности, в которой мы находимся. На самом деле, наверное, всегда находились, особенно люди, которые примерно моего возраста, которые пожили там в 90-х годах, они понимают, что уверенности в чем-то вряд ли может быть, даже на какой-то большой процент, и доля паранойи, она присутствует в любом безопаснике. Мне безумно понравилось сравнение про клопа и лошадь, потому что в области информационной безопасности все люди, которые здесь находятся, они так или иначе связаны с информационной безопасностью. Мне казалось, что две области очень похожи. Это медицина и информационная безопасность, где каждый считает себя, в принципе, экспертом. Ну, то есть, и что там эта безопасность? Ну, вот я знаю, как все делать. И делают полную ерунду, и это приводит к последствиям, которые потом безопасникам приходится разгребать. Хотя есть определенные вещи, которые с точки зрения управления… Вот простой пример приведу, вот, наверное, показательный. Я его часто привожу, это Диопи-форум, и здесь, наверное, это будет важно. Вот приходит бизнес к безопаснику и говорит, слушай, мне нужно передать данные вот в ту компанию, иди как бы защищай. Что делает безопасник? Он берет 152-й закон о безопасности данных, значит, по персональным данным, приказ правительства, и начинает выполнять огромное количество требований, вкладывает туда бабло, занимать ресурсы, все, вот, бурная деятельность. Что надо делать безопаснику? Это тоже связано с культурой. Он должен прийти к бизнесу и сказать, слушай, а нафига ты их вообще передаешь? А давай вот пять полей оттуда исключим, вообще претензий никаких нет, защищать это не надо. И вот такие очевидные подходы, они часто не очевидны тем людям, которые занимаются аналитикой, бизнесом и так далее. То есть я имею в виду, к чему я веду? К тому, что культура и безопасность, безопасность вообще отсутствует, такая профессия. Мы с коллегами обсуждали, что как профессия кажется, что безопасности нет, она слишком разнонаправленная. Есть безопасность кода, есть безопасность защиты от атак, от хакеров, есть инфраструктурная безопасность. И такое количество разных направлений говорит о том, что быть экспертом сразу во всех областях, наверное, очень тяжело. Поэтому безопасность, она размазывается по разным сферам жизни. И возвращаясь к медицине, кажется, что довольно странно, и это в культуре, кажется, русских людей заложено, приходить к доктору, когда болит, при этом, значит, жрать все, что угодно, пить пиво там, не знаю, каждый день, а потом удивляться, почему же мы там заболели. И с информационной безопасностью то же самое. Это должна быть часть культуры, и нужно вырабатывать правильное поведение, правильные, как это, пищевые привычки в цифровом мире, и тогда меньше будет там инцидентов. Конечно, там эпидемии случаются, да, и это не связано с тем, что люди неправильно себя ведут, это просто объективная реальность. Но при этом, если безопасность будет проникать в культуру всех областей, то, кажется, в целом будет более защищенная область, более защищенное государство. Это был, видимо, лайфхак от безопасника, как отличить клопа от лошади. Просто мысль как-то ушла в сторону. Нет, 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 все вокруг этого, да. Леш, а ты что-нибудь для себя услышал такого необычного, чем придется заниматься и уделять внимание? Слушай, ну, необычного, наверное, не услышал, но хотелось бы продолжить, наверное, мысль Егора и в некоторой степени Димы. Вспоминая свой опыт, 30 лет назад, когда я только начал заниматься эти технологиями, компьютеры были очень редки, и за знаниями мне приходилось ходить в библиотеку, я штудировал книжки, потом писал программы, переносил их раз в неделю в компьютерном классе, претворял жизнь. Сейчас мир у нас цифровизован настолько, что информация доступна здесь и сейчас ежесекундно, условно. Это большой плюс и, наверное, минус, потому что молодежи не надо прикладывать много усилий, чтобы найти какую-то информацию, она лежит, условно, под ногами. И нет мотивации какой-то, наверное. К чему я клоню? Я думаю, что все-таки, как говорил Егор, нужна какая-то национальная идея, цель и, наверное, государственная политика по развитию с молодых ногтей, присваивания, не присваивания, а привития каких-то знаний, каких-то целеполаганий. Все это начинается с детской скамьи, с детского сада, со школы. Могу привести пример нашей школы, в которой учатся мои дети. Я, честно говоря, оттащусь от этой школы, потому что они, учителя с горящими глазами работают с детьми. У них есть хор, у них есть театр, у них есть олимпиадные всякие предметы. И дети каждый год, они ходят уже четвертый и пятый год, соответственно, в эту школу, они бегут с горящими глазами в эту школу, в отличие от детей, условно, в обычных общеобразовательных школах, которые, ну, даже по себе вспомнить, как мы ходили в школу. А вот опять надо идти в школу. Здесь дети бегут в школу. И, опять же, на примере моего старшего сына, могу привести пример, что он самостоятельно, используя бесплатные ресурсы на Ютубе, часть на Юдеме, вообще образовательная такая платформа. Он изучил гитару. Сначала он играл на акустике, сейчас играет на электрогитаре. Абсолютно самостоятельно изучил. Также продолжается и с языками программирования. Я его к этому подталкиваю, ставлю таски, он их решает. Все зависит от семьи и от желания, наверное, ну, в первую очередь родителей, чтобы их дети развивались и стали, наверное, лучшей копией родителей, прежде всего. Вот такая идея. Очень понятный рассказ мира с точки зрения кибербезопасности будущего. Ну что ж. С точки зрения кибербезопасности у меня ребенок, так же, как и я, он, наверное, стал профдеформированный, потому что он задает сложные пароли, он создает индивидуальные пароли для каждого сервиса. И в этом плане дети у меня защищены. Они знают, какие угрозы существуют и как с ними бороться. Слушай, ну если семье кибербезопасность… Мне кажется, единственное, вот ты говоришь про длинные пароли, как раз дело не в этом. Вопрос, кажется, должен быть больше про управление риском. И, ну, у меня на каких-то сервисах, там, меня даже раздражает, что там вообще пароль требует, ну, то есть мне он там не нужен. Ну, то есть если кто-то украдет этот каунт, то я просто сделаю себе новый. Ну, то есть вот поймите такую вещь, вот как бы кажется, что нужно правильно найти баланс риска и необходимости там защиты. И не перегибать главное в ту сторону, в которую хочется перегнуть в силу своей компетентности в этом направлении. Если бы я защищал компьютерный клуб, я бы не ставил никаких средств защиты. Я бы раз в сутки перезаливал все компьютеры. Просто на автомате поставил, перезалить. Друзья мои, вы заметили, как они ловко вернулись к комфортной своей среде? К тому, где они себя комфортно чувствуют. То есть вчерашним проблемам, которые сегодня они феерично умеют решать. Но как они не хотят думать и погружаться в проблемы завтрашнего дня. Я их не оставлю в покое, уверяю вас. Я сегодня для этого здесь. Я раздражитель. Они меня должны ненавидеть сегодня. Денис, коллеги, могу попросить вас выдать обратно на экран мою презентацию? Я покажу одно смешное слово, которое было с нами несколько лет тому назад. Слово «фанк». Это не китайский бальчик. Это любопытная аббревиатура. А знаете, они часто обравировали, пользовались брокеры, спекулянты ценными бумагами, когда предлагали инвестировать какие-то деньги. Это сокращение наиболее инвестируемых компаний. Они звучат как Facebook. Это платформа, компания Мета, признанная экстремистской Российской Федерацией. Я должен был сказать по решению суда. Amazon, Apple, Netflix и Google. То есть все наши действия, которые мы совершали в прошлом мире, мы так или иначе, они касались участия в задействии этих платформ. Ну, что-либо мы делали, это было всегда так. Либо почта, либо сервисы, либо фильмы, либо контент какой-то. Все было оттуда. И нам сейчас нужно предложить что-то другое свое, какие-то замену этих платформ, которые стали, опять-таки, ну, война цивилизации, столкновение цивилизации, оно идет в цифре и конкуренция платформ. Границы размыты, но нужно будет что-то делать. Не знаю, что будет замена ним, но у меня, Денис, вопрос другой. Технологическое лидерство, о котором мы говорим, это очень важно, конечно. Но подобные вещи, они позволяют создавать какие-то продукты, какие-то платформы, какие-то решения. Но это не цель, это инструмент, это средство. А зачем нам это все? Зачем бизнесу нужно участие в этих платформах? Можно, но потом. Ну, тут все просто, наверное, потому что… Да правда? Да. Ну, попробуйте. Ну, есть какой-то тренд. Наверное, данные платформы, не так или иначе, они повышают удобство. То есть они решают какую-то задачу, которую я раньше не мог решить. Вот Слава Бочаров, который один из основателей самоката, он мне рассказывал, что вот у него бабушка, он такой пример хороший приводил, у него, говорит, бабушка, она всегда за водой ходила в колодцы, в колодцы. И там вот очередь собиралась, вот эти вот другие бабушки, они там все так или иначе общались, да, чатили около колодца, значит. И дальше она там с ведром, с двумя скоромыслом возвращалась домой, и так вот была вода. А у моих родителей, говорит, был уже водопровод, то есть они уже никуда не ходили, они просто открывали кран, и вот оно оттуда лилось, все, что надо. И, собственно говоря, когда он решил сделать доставку еды за 15 минут, собственно говоря, он говорит, я ровно такой вот едопровод я и решил построить, потому что, ну, все просто, если вот я еще в магазин ходил за продуктами, то, наверное, мои дети должны все это получать как бы дома. Но самое интересное, что с какой дальше проблемой сталкивается подобный сервис, он сталкивается с тем, что в этот едопровод или водопровод налить. То есть вопрос, опять же, вопрос контента. То есть еду-то нормально, где взять? И выясняется, что как раз весь основной, та вот физическая часть мира, которая была, она умела что? Она умела производить еду, она умела ее продавать в своих магазинах, но решить проблему в последней миле – это отдельная, как бы сложная задача. Это и цифровая платформа, и, очень важно, физическая сущность в виде курьеров, которые так или иначе оказываются в нужное время, в нужном месте. То есть это то, что позволит нам быть более эффективными? Абсолютно верно. Дальше мы, понятно, соединяем две эти штуки там и получаем вот, наверное, ту штуку. Конечно, реализовать сразу все, ну, наверное, мама, не так много компаний, которые способны такое многообразие, потому что даже сам по себе ритейл – это огромный сложный бизнес, совсем с большой, ну, вот, например, нефтянка, да, там в основном что там ресурс и некие технологии, там основные средства по большому счету, да, а вот ритейл – это люди. То есть у меня в компании 12-13 тысяч человек, это вроде не так много магазинов, да, в масштабах там федерального хозяйства, вот, но это большое количество людей, поэтому вот количество людей, задействованных в этом процессе, и очень много разных разнообразных процессов, которые так или иначе решаются. Поэтому я думаю, что вот зачем это нам? Ну, потому что это делает жизнь удобнее, но одно без другого не работает. То есть это не может быть вот этой вот, ну, самоцелью создания вот этой цифровой машинки, потому что это тогда, это фикция, это такой дотком, который рано или поздно лопается. И мы такие примеры, ну, все наблюдали, конечно. И не раз. Игорь, вы хотели что-то добавить? Да. Что-то хотели добавить? Нет. Нет, пока. Нет, пока будет. Нет, я могу добавить, вот, просто для меня платформы, да, для меня платформы – это в первую очередь те платформы, на которых мы имеем возможность посмотреть сегодня огромное количество хорошего и не очень, ну, в основном хорошего контента, не выходя из дома, в прекрасном качестве и так далее. Я имею в виду кино. Когда появились платформы, появилось дополнительное огромное пространство. Да, дело стало хуже с кинотеатрами. Там 10-15 лет назад умер замечательный совершенно формат DVD, который для кинобизнеса был очень важен, потому что там права на один фильм могли доходить до 3 миллионов американских денег. А платформы, их вот в России, их 7 или 8, по-моему, которые мало того, что показывают фильмы твои и чужие, и заграничные, они еще и вкладывают деньги в свой собственный контент. Но возникает проблема авторских прав цифр и их сохранения. Ну, это отдельная вещь. То, что касается платформ, там все чисто. Другой вопрос с правами, там все обязано быть чисто. Другой вопрос, что, там, скажем, в последнее время прозвучало, вот в связи с последними событиями прозвучала мысль, что давайте как бы отменим права, там, на какую-то интеллектуальную собственность, конечно, для артистов по всему миру, и в том числе для российских артистов. Это будет очень такая, ну, если отменят вот как бы все права, то это будет большая потеря. И большая потеря будет и для бизнеса, и конкретно для создателей, для авторов, и так далее. Если вот не будет какого-то порядка с правами в интернете, что очень, кстати, непросто. Но я имею в виду следить за этими правами. Есть организации, которые следят, но до конца проследить за ними не могут. Интересно, что мы начали говорить про платформу. Денис и Егор очень правильно говорят, что изначально в платформу должен поставляться некоторый продукт, который закрывает базовые какие-то первичные потребности клиента, потребителя. Потому что там либо это еда или кинофильмы, но платформа – это лишь способ представления, который… Это транспорт, который обладает определенными механиками поведения. Ну, то есть платформа, она же там в другом представлении, если это развивать, это может быть экосистема, когда много бизнесов объединяются для генерации дополнительной ценности. И что для чего это бизнес? Для того, чтобы получить дополнительную ценность. То есть платформа обладает определенными правилами жизни. Там есть сетевые эффекты, там есть цикл положительной обратной связи в платформах. То есть, например, привлечение большего количества поставщиков на платформу приводит к появлению большего количества потребителей на самом деле. И вот платформа, она играет там, ну, стики-факторы есть очень хорошие для платформ. Это просто другая форма ведения бизнеса. Не знаю, ну, как это… Знаешь, какая штука? Не я, не даже Егор своим талантом не сможем создать такой контент, как, например, собирает своим контентом и талантом артистка Мхата Бузова, чтобы собрать такое количество лайков. Но не сможем мы собрать. У нас будет их много меньше. Но качество этой аудитории будет другое. Но сейчас монетизируются лайки, просмотры, подписчики. А как сделать так, чтобы качество аудитории отслеживалось в этих лайках, что нам тоже могло бы как-то монетизировать и компенсировать отсутствие, ну, таких поклонников, как у Бузовой артистки Мхата? А вопрос зачем? Ну, то есть, вот мне, например, там… А я тебе скажу зачем? Мне не нравится ТикТок, да, то есть, а большинству нравится. Ну, то есть, и как бы здесь вопрос в том, что, знаешь, как говорят, people have it. Ну, то есть, и на этом зарабатываются деньги, бизнес генерирует деньги, и ты живешь, начинаешь жить по определенным правилам. Нет ответа. Понимаю, нет ответа. Аню, скажи, пожалуйста, 40 минут мы просидели спокойно, не произнося этого слова. На 40-й минуте Дима не выдержал, сказал персональные данные. На мой взгляд, значение персональных данных реально недооценено. Мы не можем объяснить рядовым пользователям, зачем их беречь, как их беречь, почему их беречь и в чем риски. На твой взгляд, что важно об этом сказать, напомнить и подчеркнуть? Ну, наверное, персональные данные обесценены. Почему обесценены? Потому что, возвращаясь к тому, что цифра, цифровая реальность ставит перед нами какие-то новые требования, то любой сервис, который, ну, по сути, ничего нам особого не предлагает, и, как Дима правильно заметил, для которого даже пароль необязательно присваивать как таковой, тем не менее пытается из нас вытащить как можно больше информации. В принципе, иначе он говорит, я тебя не зарегистрирую, и ты не получишь там свой пластмассовый набор, например, за 200 рублей. Либо я тебе не предоставлю какие-то льготы, плюшки, у тебя не будет премиального аккаунта. Задумывались мы о том, что, а что это такое, вообще нужен мне этот аккаунт и так далее. Ну, красивая там золотая корона, может быть, да, и нам хочется тоже почувствовать себя к этому какими-то причастными. И мы с радостью выдаем все свои персональные данные. Хорошо, если это просто перечисление, да, там буквы и цифры, а где-то еще это могут быть и сканкопии, да, те же банки, да, они не будут с нами разговаривать, если у них не окажется, например, наших отсканированных документов практически всех, да, которые составляют, в общем-то, нашу жизнь. И это обесценивание, наверное, и приводит к новым угрозам, потому что все мошенники, все злоумышленники, они всегда работают на опережение. Никак мы пока не достигли того, чтобы у нас безопасность работала на опережение, потому что она придумать не может, где ей нужно защититься. Она будет думать здесь, а проблема на самом деле там. Злоумышленники, ну, наверное, туда идут наиболее талантливые люди, как мне кажется. Разные. Да, разные. Разные. Какие-то просто хорошо анализируют и понимают, где там брешь. Потому что именно это брешь и называется угрозой, и называется уязвимостью. И именно этим пользуются для того, чтобы, собственно, те же самые персональные данные, которые утекают, да, ну, утекли. Вот раньше мы бы, например, сейчас мы об этом больше задумываемся, а раньше, ну, утекли и утекли. Ну, вот про какие-то утечки мы читали в СМИ, и нас это, ну, наверное, не очень-то и волновало. А сейчас мы думаем, и нам объявляют об этом, и мы начали задумываться о том, что… А для чего их могут использовать? Могут использовать для шантажа, для вымогательства, да, для причинения какого-то ущерба, как морального, так и финансового, да, нам. Как нам, так и нашим родственникам, да. А вот когда мы, может быть, о себе мы не подумаем, но если прозвучит слово родственники, то мы задумаемся, да, что через нас могут достать, так скажем, нашу семью, наших друзей, наших каких-то близких. Вот в этом и есть угроза. И от человека сейчас, по сути, требуется цифровая гигиена, цифровая культура, действительно, о чем мы уже начали говорить, как минимум понимание того, что, для чего и где ты оставляешь. Какие следы ты оставляешь? По сути, ты оставляешь их сам. Там, как говорится, раз оставил, и все, да. То есть это уже ниоткуда не исчезнет, это все равно так или иначе можно воспроизвести и найти. И сейчас интеллектуальные, так скажем, технологии цифровые, они позволяют вытащить из какой угодно глубины и, так скажем, скоррелировать информацию по любому человеку. Егор, мы смотрели, вас убедить, в чем риски ваших персональных данных? Нет, ну я в данном случае ничем не отличаюсь от бабушки, у которой можно украсить деньги со счета, и я очень расстроюсь, если они там исчезнут. Вот, но в нашем деле, в нашем деле, да, есть еще один аспект очень важный, да. Ты можешь, например, два года работать над сценарием и пытаться его защитить, но неизбежно ты все равно со сценаристом, да, почта туда, почта сюда, почта туда, почта сюда, опять туда, сюда. Вот, а сценарии воруют. А сценарий – это очень ценная вещь. Вот, в принципе, в кино самое главное – это хороший сценарий. Сценарий – очень ценная вещь. Идеи воруют. Вот даже на моей памяти это даже со мной не раз происходило, что раз, ты делаешь какой-то проект, бац, и ты вдруг выясняешь, что кто-то как-то его перехватил. Бывало. А это уже жизнь, это уже ты тратишь на это огромное количество времени. И поверьте, если там, условно говоря, ты пишешь там историю про казака, который там на Дальнем Востоке сражался с китайцами или там с хунхузами, да, если появится другой, примерно по сюжету похожий фильм, да, то твой не запустит, ну, один из них не запустит. Потому что два фильма на одну тему делать бессмысленно. А фильм занимается, чтобы сделать фильм, написать сценарий, это может быть и два года, и три, а иногда и сорок. Все гораздо хуже. Извините, я с плохими новостями. Значит, с персональными данными все гораздо хуже. И мы действительно сами не понимаем того, насколько все плохо. А я потом объясню, почему это важно. Расшифровка первого генома человечеству обошлась в один миллиард долларов. Это были государственные деньги. Ну, кто такие деньги может инвестировать еще? Такая наука, имидж и прочее, прочее. Потом рынок довел эту услугу до 10 тысяч долларов. Ну, спасибо, все разница. Есть какой-то тренд приятный, но тоже дорого. Но сейчас появились предложения, когда геном готовы расшифровать условно и бесплатно в обмен за то, что вы фармакомпанией представляете свои персональные данные. Понимаете, какая штука? Ребята, ваши персональные данные, наши, Егор, ваши данные, это стали средством платежа. А теперь про платформы. На этих платформах наших данных много. Это пока только нефть на бирже торгуется лучше, чем данные. Только пока. Потому что количество нулей и единиц, в отличие от нефти, в мире не ограничено. И это можно продавать многократно. Мы теряем это. То есть это возможность оценить правильно потенциал национальных платформ и соскочить с нефтяной иглы. Конкуренция не на уровне ресурсов начинается, а на уровне цифровых технологий. Поэтому вот у меня последний вопрос к вам, друзья мои. В основном к Егору и к Денису. Скажите, пожалуйста, чего бы вы в этом будущем, о котором мы говорите, больше всего опасаетесь? У меня есть свой ответ, я потом на него отвечу. Я быстренько скажу, если можно. Ну, я опасаюсь, если честно, я опасаюсь вот атомизации людей тотальной. То есть люди, конечно, в сегодняшнем мире, они очень изолированы. И очень страшно представить себе целую нацию таких людей, которыми легко управлять, в принципе. Которых мало чего связывает между собой, которых меньше друзей, чем в обычной жизни. А если эти друзья есть, то они тоже виртуальные какие-то. Я боюсь чрезмерной цифровизации не то, чтобы твоей жизни. Все-таки цифра – это инструмент. Инструмент, который может сделать твою жизнь удивительной, а может твою жизнь сделать чудовищной. Но, на мой взгляд, не все решает цифры, и надо это понимать. Скажем, вот я категорически противник онлайн-образования. Нет, конечно, прекрасно послушать какую-то лекцию, которую ты можешь останавливать, записывать тезисы, писать и все такое. Это замечательно. Но когда основное образование для ребенка, скажем, это онлайн-образование, казалось бы, удобно. Где хочешь, там и занимайся. Я ужасный противник этого, так же, как нельзя. Мне кажется, что ты идешь в театр, ты хочешь увидеть живых актеров, сидеть, слышать эту энергию зала, хлопки, аплодисменты, пот на лицах актеров. А будешь смотреть это по телевизору или в интернете, это будет совершенно другой эффект. Мне кажется, что жизнь, она в этом смысле схожа с театром. Денис. Ну, это, у меня на такой вопрос всегда в памяти всплывает сцена из одного очень классного советского фильма про, вот там, помните, была дискуссия между главными героями, ну, главной героиней и одним из героев. Он говорит, да не будет никакого театра, будет одно сплошное телевидение. Вот, для меня очень показательно, что, когда я, помню, детям своим ремонт делал в квартире, вот у меня рабочие очень сильно удивлялись, что телевизионного кабеля заводить не надо. То есть, в их понимании, в понимании моих детей, уже нет телевидения как средства доставки контента. Они не понимают, зачем им смотреть на то, что льется само, хотя, ну, они абсолютно нормально умеют потреблять он-деманд. То есть, то, что хотят, а не то, что им льют. Это, как бы, показательно. И, что меня, как бы, пугает, пугает отсутствие культуры, потому что мы каждый год тестируем наш внешний периметр с участием, наверное, двух самых крутых российских компаний, ну, по сути, penetration test на вот внутреннюю экосистему азбуки. И современные технологии, надо понимать, они уже очень хорошие с точки зрения защищенности. Современные протоколы, они хорошие, они безопасные. Но в системе человек-машина есть одно очень слабое звено, и мы все его знаем. Сам человек. Да, абсолютно верно. И поэтому все попытки защититься, они, как правило, ломаются методами социальной инженерии. И когда все, что надо сделать, по сути, это нарыть, там, не знаю, сотню адресов, внутренних адресов компании, разослать, вот, там, некое письмо, и два-три человека обязательно нажмут на кнопочку и пойдут менять, там, не знаю, свой пароль, таким образом сольют доступ, в общем-то, там, к своей учетке, там, еще что-то. И вот так это сейчас ломается. То есть это же, а это уже надо понимать, надо знать психологию, как бы, надо найти какие-то слабые точки воздействия, а персональные данные, как бы, слиты здесь в помощь, потому что ты можешь выдать, ну, и подкрепить, да, немножко отрастить рейтинг доверия, там, к незнакомому человеку, который, вот, использует, ну, такую, вроде бы, не очень открытую информацию. Вот, вот в этом. И мне страшно, что мы пока сейчас даже в школе, этой культуре-то не сильно учим. И мне, я просто знаю, что все время приходится какие-то, там, не знаю, учения проводить, рассылать, ну, людям объяснять, но у всех отношение-то такое, пока, ну, там, не клюнуло, да, оно же нам не случилось. Я помню свой прекрасный опыт, у меня был усилитель такой, ну, не ламповый, но такой вот тяжелый очень, то есть с большим количеством еще таких этих аналоговых трансформаторов. Он что-то там с питанием случилось, вот, я на одной из площадок там нашел, ну, как обычно, там, какой-то человек взялся починить. Он приехал, забрал у меня этот усилитель, и больше я ни этого человека, ни усилителя не видел. А цифровая платформа сказал, не-не-не, мы это, мы же, как это, это, моторольный бой, я просто разместил объяву, вот, вы там сами что-то решайте, а я вот здесь в стороне покурю. Вот. Понятно, что сейчас уже тоже там стало по-другому, и современные цифровые платформы, они интегрированы со всеми, там, не знаю, технологиями банковскими, там, везде, PCI DSS и все прочее, они уже сами решают вопросы, там, денежного обмена между, то есть стало круче. Но суть все равно, как бы, в моем понимании, вот эту культуру безопасности, ее надо поднимать, и мы, к сожалению, пока, ну, даже не понимаем. Вот так всегда, когда только разговоришься, нам говорят, пора заканчивать. Да, да. Друзья мои, на нашей сцене был Вадим Панов, это мои страхи будущего, что боюсь я. И он сказал, писатель-фантаст сказал, что вся ошибка людей, которые рассуждают о будущем, и нас, которые были на сцене сейчас, и вас, которые задумывались об этом тоже, она одна общая. В этом будущем нас нету, в этом будущем есть мы, но сильно обновленные мы. Вот я очень боюсь за этими апгрейдами, само себя, не успевать за переменами будущего. Друзья мои, мне было феерично, с вами интересно. Спасибо.